Дорогие друзья, мы сегодня встречаем наших дорогих гостей, нашу любимую галочку и человека, который сейчас просто не живет без нее, без ее песен. И этот дуэт всегда нас радует. Татьяна Кондрашова встречает своих гостей. Одной из первых приехала Галина Улетова, звезда советской эстрады, лауреат песни года и давняя подруга хозяйки бала. Шансон набирает силу. А за счет чего? За счет того, что у нас потрясающая хозяйка вот этого клуба, потрясающий человек, который своей добротой, своим теплом человеческим объединяет всех нас, творческих людей. Афиша пестрит известными именами. Мэтры жизненной песни приезжают в СНТ «Назарова-1», чтобы выступить перед зрителем и встретиться с друзьями. Татьяна Владимировна имеет талант организовывать и собирать вокруг себя творческих людей. Даже вот между своими гастролями. Любят собираться здесь. Здесь очень семейная обстановка. И проводятся мероприятия, как и для других людей в плане благотворительных собраний. Но также мы выбираем какую-то дату, собираемся вместе, приглашаем зрителей, просто чтобы побыть вместе. Дом шансона объединяет всех, независимо от возраста, пола и политических предпочтений. К тому же многие звезды живут рядом. Юрий Фильв, Ивантеевка, исполнитель хита «Я молодой» Гера Грач Вашукина. Здесь чудесные места. Я сбежал из Москвы, живу здесь уже много лет и с удовольствием. И не хочу в Москву возвращаться. Уже 9 лет существует традиция проводить московский бал шансона. Он проходит раз в квартал и посвящен, как правило, временам года. Раньше организовывали праздник в спортбаре в Москве. Потом Татьяна решила построить клуб на своем участке в Садовом товариществе. Многие меня спрашивали, бал шансона. Непонятно. Это что, в пуантах? Это что, должны куда-то что-то? Не знаю. Просто бал – это красота, наверное, обстановки. Это знакомство людей. Это общение людей. То есть вот это была главная цель того проекта, который был создан. Другая цель – дать сцену исполнителям среднего эшелона, тем, кого не зовут в Кремлевский дворец и начинающим шансонье. В итоге на сцене в арт-галерее встречаются известные лица и те, кто только на пути и имеет все данные для того, чтобы зайти на музыкальный олимп. Артем Верхолашин выступает на границе стилей. Его творчество – это и шансон, и популярная песня. В жизни до тебя я так счастлив не был для тебя одной. Их так любишь ты, эти белые цветы. С тем песней «Я люблю тебя до слез», которую я сегодня буду исполнять. Я с этой песней занял первое место на международном фестивале «Ялта-Москва-Транзит». Он назывался и называется. Это известный фестиваль. Там в тот году был председатель Иосиф Давыдович Кобзон. Именно он мне вручил первую премию за… Как раз я исполнял эту песню. И после чего Игорь Яковлевич Крутов и Игорь Николаев мне разрешили ее исполнять на концертах. Так что ее нельзя назвать не моя. Она и моя в том числе. Для любителей шансона хорошая новость. Не нужно ждать весны. Ближайший концерт пройдет 22 ноября в городе Ивантеевка. Это будет благотворительная акция для многодетных семей. Выступят звезды московского бала шансона. Анастасия Спирина, Степан Кузин. Пушкинское телевидение.